Первый вопрос. На съезде партии «Справедливая Россия за правду» съезд по инициативе Сергея Миронова проголосовал поддержать кандидатуру Путина на следующих президентских выборах или, вот тут разночтение, может быть, тоже пояснить, или выдвинуть. Выдвинуть. Намного круче, чем поддержать. Выдвинуть. Я это дело поддержал. Не, выдвинул, а поддержал. Но логика такая, что мы считаем, что у нас не СВО, что у нас война. Есть погибшие, в том числе и в партии, есть и жилораненые, в том числе и в партии. Есть люди, у которых в состоянии здоровья, у которых толком ничего не понятно, так они ранены. И это не СВО, это военные. Это война. В условиях войны, ну, если, как Америка вела войну, там, неизвестно где, за пределами своей территории, можно проводить выборы. В этих условиях, ну, это немножко несерьезно. Это демонстрация того, что здесь воюем, здесь торгуем, ну, и в дополнение здесь проводим выборы. Ну, не очень все это серьезно. И требования государства мобилизации, я имею в виду мобилизацию государства, а не граждан. Сначала должно быть мобилизовано государство, а потом уже граждане. А не наоборот, никак. А когда расслабленные чинуши, как бы, в течение дня не могут ввести контртеррористическую операцию, режим, даже такой, хотя у нас никто из тех, кто вторгся на территорию России в Белгородской области, к террористам не причислен до сих пор. В общем, официальная формулировка, а вы знаете, мы не можем явить террористами орган государственного управления. Это они про СБУ писали и про УСУ. Ну, при Гестапо, наверное, не писали бы точно так же. Вот в этих условиях нужно мотивировать к мобилизации государства. И, в общем, задача, чтобы президент стал, в конце концов, главнокомандующим. Вот это вот я так понимаю. Я даже пообщавшись там с людьми, а надо сказать, что я немножко увлекся социально-экономическими вопросами, немножко слишком увлекся даже на новых территориях. А когда я поговорил с людьми, которые просто, что называется, с фронта приехали, а некоторые и из-за линии фронта, там такие тоже были. Вот. Ну, я могу сказать, что, в общем, у меня немножко голова поверла. Как бы я напрягся очень сильно. Я даже написал и, значит, выложил в телеграм-канале в своем обращении, ну, как бы просто запрос к Путину, а не правильно нам создать ставку верховного главнокомандования, назначить верховного главнокомандующего. Но Путин и есть верховный главнокомандующий. У него же статус такой есть. Статус в условиях ведения войны. А сейчас вот как-то мне объясняли, что нет у него такого статуса. У нас нет такого статуса в явном. Пока. По крайней мере, может быть, мне, конечно, юридически не точно объясняли, но я что-то не слышал такого статуса в официальном выражении. Да, нам всем хотелось бы, но мало ли кому что хочется. Людям жить хочется, многим. Не получают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!